В эфире телеканал ННТ новости 24 прямо из дома. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Вот какую информацию мы подготовили для вас сегодня. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Глава республики в интервью федеральному каналу сообщил, что эпидемиологический процесс уже пошел на спад. По его мнению, все это случилось благодаря тому, что в трудный момент Дагестан поддержала вся страна. Васильев отметил, что в республике на сегодняшний день работают 532 предприятия, на которых трудится свыше 60 тысяч человек. За время работы предприятий очагов заражения коронавирусом на них зафиксировано не было. Глава региона выразил надежду, что благодаря принятым мерам ограничительный режим будет смягчаться. Ну а тем временем в Дагестан прибыла очередная партия дезинфицирующих средств от Сулеймана Керимова. Борт с медицинским грузом прибыл из Арабских Эмиратов по инициативе сенатора. Партия состоит из 9 дезинфицирующих рамок боксов, 5 тонн дезинфицирующей жидкости, 62 коробок иммуностимулирующего сиропа. Груз будет направлен к благотворительному фонду социально-экономического развития «Я люблю Дзербент» для распределения между медучреждениями. Сегодня пришла очередная помощь из Дубая Сулеймана Керимова. Очень дорогостоящая оборудованная дезинфекционная. Она в основном применяется, где массовое скопление людей, чтобы когда они проходили, получали дезобработку. И мы на них установим одну часть в аэропорту, а другие, где побольше скапливается масса людей. Более 350 российских граждан вернулись домой из Азербайджана на пункте пропуска «Ярак-Казмоляр». Их встретили представители Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана. Всем пересекшим границу сотрудники Роспотребнадзора вместе с врачами измерили температуру, после чего они были отправлены на двухнедельную изоляцию в санатории «Дельфин» и «Одиссей». Напомню, возвращение российских граждан стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между руководством России и Азербайджанской республики. На новой Каспийской трассе вот уже второй месяц возводят подземный пешеходный переход. В Дагестане это первое сооружение такого уровня и масштаба. Он призван облегчить доступ к духовному центру имени пророка Исы Мирьему, одному из крупнейших религиозных центров в Европе. Строительство подземного пешехода планируют завершить уже в конце июня. Все работы на безвозмездной основе проводит компания «Мостотряд-99». Инфраструктура будет состоять из двух пролетов. Общая длина перехода составит около 40 метров, высота 3 метра, ширина 21. На сегодня уже завершена укладка плит перекрытия. Это сооружение остается намного. 50-100 лет это сооружение остается. Значит, что будет вокруг этого сооружения, как муфтият и как наше духовное управление захочет, вокруг ее что сделать, это уже зависит от нас. Но наша главная задача открыть подземный переход, и чтобы люди могли подземный. Потому что вот вопрос, например, как будет подход к правой стороне, захотят ли они пропустить машину легковую, или захотят ли она только что пешеходная была. Это решают, не мы решаем. Мы как строители свою задачу выполняем аккуратно. Добавим, что компания «Мостотряд-99» известна не только на территории республики, но и на федеральном уровне. Именно этой организации была доверена укладка взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, на открытие которого был приглашен президент страны Владимир Путин. С самого начала строительства духовного центра организация за свой счет оказывает помощь квалифицированными специалистами, специальной техникой, а также поставками строительных материалов. Электронные подписи при поступлении в ВУЗ в 2020 году не потребуются. Список документов для абитуриентов не изменился. Он точно такой же, как и в обычные годы. ВУЗы принимают фотографии и сканы аттестатов и паспортов. Как правило, чтобы подать заявку на поступление в ВУЗ онлайн, нужно просто направить необходимые документы через электронную систему ВУЗа, либо через сервис «Поступи в ВУЗ онлайн» на портале госуслуг. Пресс-служба Министерства образования Дагестана отмечает, что на горячую линию поступает значительное количество звонков по этому вопросу. Две сокращенные недели ожидают жители России в этом месяце. Об этом сообщают в Роструде. Так, первая короткая неделя начнется с 8 по 11 июня, после которой россияне уйдут на длинные выходные, чтобы отпраздновать 12 июня – День России. Кроме этого, на один день сократится еще одна неделя июня. Указом Владимира Путина в честь проведения военного парада 24 июня в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне этот день будет нерабочен. Заработная плата у россиян, несмотря на сокращение рабочих дней, сохранится в полном объеме. Муфтия Дагестана привлек психологов, которые бесплатно в онлайн-режиме будут работать с населением. Это связано с тем, что людей повсеместно охватывает депрессия по причине распространения эпидемии коронавируса. Им нужна поддержка. Кто-то боится заболеть, а кто-то уже заболел и неосознанно ожидает самых худших последствий. Это все может ослабить иммунитет. Духовенство решило помочь людям справиться с эмоциями. Позвонить специалистам на номер, который вы видите на экране, может каждый, кто нуждается в психологической помощи. Рабочие дни – понедельник, среда, пятница. Звонки принимают с 9 утра до 5 вечера. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации ослеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин